Добрый день, меня зовут Николай, фитнесом я занимаюсь около 30 лет. Сегодня мы находимся в голлфитнесе в Индиго и хотел бы с вами поговорить о взрывной тренировке на мышцы спины, которая позволит вам не только накачать мышцы спины, а и справить сколиоз, и предотвратить различные заболевания, протрузии, грыжи и тому подобное. Давайте пройдемте в зал. Тренировка спины очень важна, потому что если делать неправильное упражнение на эти группы мышц, можно получить травму, можно исправить сколиоз, а можно наоборот его приобрести. Начнем с вертикальной тяги, которая позволяет как размять спину, так и растянуть позвоночник перед самой тренировкой. Вертикальную тягу можно делать как широким хватом, широкой ручкой, так и узким хватом. Сейчас покажу технику вполне обойми хватом. Начнем с широкого хвата. Широкий хват, при котором можно делать как правильно, так и неправильно. Обычно новички делают неправильно. Сейчас покажу, как это делают. При таком выполнении упражнения локти уходят вперед, и максимальная нагрузка происходит на бицепс. Спина при этом пытается скрутиться. Если мы расставляем локти максимально широко и отводим в конце движения как бы за спину, спина автоматически выпрямляется, нагружаются мышцы спины, а бицепс исключается из работы. Основная функция широчайших мышц спины это как раз отведение плеча назад и вниз. Поэтому широким хватом мы ее проработали. Чтобы включить более глубокие, большие круглые мышцы, продолжать включать широчайшие мышцы спины, можно добавить тягу узким хватом. Сейчас покажу, как это делать. Помимо вертикальной тяги существует и горизонтальная тяга. Пройдемте посмотрим, как мы выполняем упражнения. Здесь очень важно занять правильное положение. Ставим ноги на опоры, полностью упрямляем ноги и потом слегка их расслабляем. Бедро должно быть примерно быть параллельно полу. Беремся за ручки и принимаем исходное положение. Исходное положение – прямая спина, поясница слегка прогнута, лордозе. И начинаем тянуть вдоль ног на выдохе. Допускается небольшое покачивание корпуса. Лопаточки во время упражнения сводятся максимально вместе. Вначале, когда мы опускаем плечи, они уходят вперед. Мы как бы тянемся за рукоятью, но спина при этом остается прямой. Корпус подается вперед. Потом мы немножко отводим корпус назад. Лопаточки постепенно сдвигаются, локти движутся вдоль тела. И как бы мы их стараемся замкнуть за спину. Здесь происходит максимальное сокращение мышц спины. Одним из базовых упражнений на спину является тяга штанги в наклоне. Если у кого-то побалит поясница, если какие-то грыжи или протрузии в поясничном и грудном отделе, лучше это упражнение исключить. Но это покажу упражнения тех, кто не страдает такими проблемами. Хват лучше брать средний, так чтобы кисти были чуть ширины бедер. Отходим, максимально сжимаем лопаточки и прогнувшись спине наклоняемся, чтобы грив был чуть ниже колен. И тянем вдоль бедер к животу. Работают не только широчайшие мышцы спины, работает и задняя дельта, работает средняя и верхняя часть трапеции. Причем чем выше мы поднимаемся, тем больше включается трапеция. Чем ниже опустимся, больше работают широчайшие мышцы спины и средняя часть трапеции. Этот тренажер условно можно назвать тегриф или тяга наклонность упором на грудь. Подбираем удобный для вас вес. Есть также два хвата. Более лужки более широкие. Попробуем сделать более широким хватом, чтобы позволить так включить и заднюю дельту, которая также необходима для спины. Лопаточки максимально растягиваем, плечи подаем чуть-чуть вперед. Движение начинается сведение лопаток. Потом подключаются уже руки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Лопаточки концентрируемся. Растягиваем и сжимаем. Плечи при этом стараются уходить назад. Очень любимым многим упражнением тяга гантели одной рукой в наклоне. Чтобы не было ошибки, давайте вам покажу, как лучше его делать. Для начала принимаем правильную опору. Опора должна быть распределена равномерно между двумя точками. Ногой, коленом и рукой. Берем гантели. При этом стараемся, чтобы не было завала ни в левую, ни в правую сторону. И постепенно начинаем тянуть к поясу. Спина – это самая главная часть организма силоведческого тела. Она работает совместно с позвоночником. Позвоночник не надо вам рассказывать долго, что это такое. Укрепляйте мышцы спины. Избегайте проблем с позвоночником. Делайте спину правильной. И тогда вы достигнете больших результатов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Задавайте любые вопросы, которые вам будут интересны. Пишите темы, которые вас заинтересуют по питанию или по другим группам мышц. Если что-то будет конкретно по спине, более неясно, пишите. Мы будем рады на это все ответить. И всем пока. Будьте здоровы и сильны. Субтитры создавал DimaTorzok